Всем привет! Новость рождается за миг и тут же стареет. Но мы молодые и везде успеваем, ведь мы команда Универньюз. С тобой я, Дарья Миронова, смотри сегодня. О введении в системную биологию студент МКФУ рассказал на лекции доктор химических наук Илья Серебрийский. Как определиться, куда пойти после окончания университета? В Институте вычислительной математики и информационных технологий состоялся день карьеры. Ежегодный конкурс студент года 2016 вновь стартовал в стенах Казанского федерального университета. Проследить историю развития Земли – задача не из легких. На протяжении многих лет ученые открывали новые способы изучения горных пород. Но кто же останавливается на достигнутом? В Казанском федеральном обсудили совершенно новые приемы работы с горными породами. Подробности прямо сейчас. Дарья Миронова, смотри сейчас. И в этом плане наш центр реализует свой девиз. Мы объединяем возможности всех для успеха каждого. И нам очень приятно иметь дело и сотрудничать с такими организациями, которые идут на передовых позициях той или иной отрасли. Для студентов Казанского федерального университета с тыклом лекций выступил доктор химических наук Илья Серебрийский. Он рассказал об исследовании, над которым сейчас активно работает. Подробности смотри в нашем следующем сюжете. В рамках деятельности проекта образования «Трансляционная СМП медицина» курс лекций прочел научный сотрудник Центра исследований раковых заболеваний США Илья Серебрийский. Он рассказал о введении в системную биологию. С ее помощью возможно решать сложные задачи, которые стоят перед биологией, считает доктор химических наук. Это новая развивающаяся область науки, которая на самом деле скорее стык разных направлений между компьютерной наукой и биологией. Он является руководителем научно-исследовательской лаборатории Казанского университета. Молекулярная основа патогенеза опухолевых заболеваний. Работа в этой области ведется активная. Сотрудники занимаются изучением группы новых биомаркеров, то есть генов, которые способны предсказать ответ на лекарства, применяющихся в онкологии. Всегда есть группа больных, которым лекарства помогают лучше, каким-то они помогают хуже. Соответственно, хорошо было бы это знать заранее. Больным, которым лекарства помогают конкретно эти хуже, может быть лучше сразу эти лекарства не давать, а сразу давать другие лекарства. Вот такие маркеры, по которым можно предсказать ответ больного, мы пытались определить и изучить. Лекции будут идти до конца этой недели и посетить их сможет любой желающий. Анна Глазунова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Наша команда собрала для тебя самые интересные новости из просторов интернета. Наша традиционная рубрика – веб-ньюс. 19 декабря в Казанском государственном театре юного зрителя состоится новогодний праздник для детей из многодетных приемных и неполных семей. Мероприятие пройдет в рамках городского проекта «Добрая Казань». 17 декабря в Казани пройдет открытый чемпионат и первенство города по Ушу. В соревнованиях примут участие более 70 спортсменов. В Казани наградили победителей конкурса сочинений о профессиях «Билет в будущее». Конкурс проводился среди учащихся с 7 по 10 классов. Два этапа по четырем номинациям. В финал прошли 124 работы учащихся. Победителями жюри объявилось 17 человек. Кышбабай рассказал, что просит у него в подарок на Новый год. Желания самые разные от помощи защитить кандидатскую до приглашения попариться вместе в бане. Пишут нашему зимнему дедушке со всех уголков планеты. В казанской мечети Кул-Шариф прошла церемония бракосочетания по исламским канонам молодой пары из Индонезии. В торжественной церемонии участвовали 25 человек. Жених и невеста, а также и гости столицы Индонезии Джакарты в Казань добирались в 18 часов на самолете. 15 декабря в Казанском торгово-развлекательном комплексе «Родина» начал работать Центр регистрации болельщиков на Кубок Конфедерации 2017 года. Жители Казани проголосовали за установку статуи «Конь страна» на улице Баумана. Голосование проходило с 14 ноября по 14 декабря на сайте Управления архитектуры и градостроительства Казани. В нем приняли участие 719 человек. В Казанском Кремле проходит выставка забавных снеговиков и нарядных елочек. Каждый день в вестибюль музея естественной истории Татарстана пополняется новыми работами участников конкурса «Самый смешной снеговик» и «Альтернативная новогодняя елочка». 17 декабря в Казани состоится международный фестиваль мусульманской одежды. В рамках фестиваля состоится гала-показ, в котором впервые дизайнеры представят коллекции закрытых купальных остюмов для женщин всех возрастов. Казанский университет выступил примером успешной работы федерального вуза. Встреча под председательством министра образования и науки России Ольги Васильевой состоялась 14 декабря в здании Министерства образования и науки на улице Тверской в городе Москве. В жизни каждого человека наступает момент, когда ему нужно выбрать свою будущую профессию. Кто-то определился еще до поступления в вуз, а кто-то размышляет об этом только после нескольких месяцев обучения в университете. В институте вычислительной тематики и информационных технологий КФУ прошел день карьеры. Хочешь узнать подробности? Тогда смотри прямо сейчас. Выбор профессии достаточно сложный вопрос, к которому стоит отнестись ответственно. А как к современным студентам получить шанс оказаться в перспективной компании после окончания учебы? Казанский федеральный знает ответ. Так, 16 декабря Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ провел для своих студентов и выпускников день карьеры. С тем, чтобы наши студенты познакомились с пожеланиями, с вакансиями. Ну и, соответственно, понимали, что их время обучения в институте вычислительной математики и информационных технологий не напрасно. А те знания, которые они приобретают, будут востребованы на рынке труда. Студенты могут привлекаться к работам компаний уже сейчас, будучи студентами. Но не обязательно в качестве сотрудника. Это может быть взаимодействие на уровне выполнения курсовых проектов, курсовых работ, прохождение практик, выхода на выпускную и квалификационную работу, на дипломное проектирование. Мероприятие прошло в формате выставки, в рамках которой представители IT-компании рассказали студентам и абитуриентам-выпускникам о возможностях трудоустройства. Также участие в проектах компаний и последующего карьерного роста. А каких сотрудников они хотят видеть в своих компаниях? На самом деле самое главное желание. Это у нас прям входной критерий, потому что, как у нас говорят, один мотивированный сотрудник стоит трех-четырех немотивированных. Мы обращаем внимание, что именно студенты, и в том числе и в МИИ, приходят такие заряженные, настроенные на работу. У нас достаточно много иностранных заказчиков, и поэтому знания в английском тоже являются плюсом. На самом деле мы не зацикливаемся, какой диплом, какое образование, какое что. Мы общаемся с человеком, мы видим, что он реально знает, что он реально делал, и как он это хорошо знает. То есть какие-то красный диплом, не красный диплом, нам не важно. Потому что разные жительные ситуации, разные люди, разные преподаватели. Все мы учились в университете, все мы это прекрасно понимаем. Студенты Института вычислительной математики, в свою очередь, с профессией определились сразу. Так студентка третьего курса в своей будущей карьере хочет видеть не только рост по карьерной лестнице, но и развиваться как личность. Ну, вообще, IT это перспективное направление, и перспективное именно в Татарстане, поэтому сюда прямая дорога. Вообще, мне это очень нравится, потому что, несмотря на то, что многие думают, что программирование IT не очень творческой профессии, я убеждена в обратном. И мне нравится именно творчество в этом направлении. Я хочу, чтобы у меня одновременно хватало времени на все. То есть, чтобы я успевала и развиваться в плане карьеры, и развиваться творчески, и заниматься еще своими хобби. То есть, чтобы моя работа могла делать мою жизнь еще разнообразнее. Известная спортсменка Мария Киселева рассказала молодым журналистам КФУ, как стать отличным спортивным обозревателем. Истинный секрет успеха выяснила Аделя Шамилова. Смотрим! В высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ посетила известная синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта и телеведущая Мария Киселева. В стенах высшей школы состоялась пресс-конференция, на которой гостья вуза поделилась с журналистами Казани интересными подробностями своего нового новогоднего шоу «Спастись северное сияние». Мы также соединяем в своих спектаклях воду, сушу и воздух. Мы также соединяем различные виды спорта и различные виды искусства. Мы привлекаем деток юных в этом спектакле. Синхронное плавание, прыжки в воду, флайборд, цирк, хореография, драматические актеры – все это будет обязательно. Встречу с известной спортсменкой и талантливой телеведущей не упустили и молодые журналисты Казанского университета. Ни для кого из них не секрет, что Мария Киселева много лет посвящает себя спортивной журналистике. Теперь она готова рассказать, в чем кроются рецепты успеха известных спортивных журналистов. Могу пожелать ребятам совмещать все знания, которые они получат здесь, в этих замечательных аудиториях, в этом университете, вместе с тем опытом, который они будут приобретать на практике. И вот тогда сочетание знаний, опыта, желания идти вперед и не бояться ничего делать, учиться с нуля, вот это даст им возможность двигаться и широко шагать по тому направлению, которое они для себя выбрали. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Традиционно в декабре, подводя итоги уходящего года, наш университет объявляет и чествует своих лучших студентов, которые достойно представляли КФУ на конференциях и конкурсах, соревнованиях и фестивалях самого различного уровня. Таковым мероприятием в жизни университета является студент года, которое прошло уже в десятый раз. Как это было, осмотрим в нашем следующем сюжете. Ежегодным итогом мероприятием в жизни КФУ является конкурс студент года. Более 200 претендентов демонстрируют свои личные портфолио на суд-жюри фестиваля, в которых показаны все достоинства номинанта в определенной номинации. Каждый желающий может поучаствовать в заочном туре конкурса и лишь лучшие проходят финал и являются участниками церемонии награждения, которая проходит в историческом зале университета. Мы с вами достаточно колоссально развили инфраструктуру, которая сегодня является одной из лучших в России. И эта инфраструктура сегодня начала работать на общей плане. Я это все перечислил только с одной, лишь целью, что везде, где бы мы ни делали что-то, везде принимают активнейшее участие наши студенты. В этом году этой знаменной датой стало 16 декабря. В зале собрались лучшие из лучших студентов, проявившие себя в творческой, спортивной, исследовательской и научной жизни алима-матора. К слову, жюри проделало нелегкую работу. Были выбраны всего 20 победителей, в том числе и победитель гран-при конкурса «Студент года-2016». Всего на участие в заочном этапе конкурса подали заявку более 270 студентов Казанского федерального университета. Это мой последний год участия в конкурсе «Студент года» и последний год учебы в Казанском федеральном университете. Выходить из стен родового вуза совсем не страшно, потому что меня здесь подготовили хорошо, у меня уже есть работа, которую я люблю. В частности, я продолжаю работать в Казанском университете на студенческом телевидении КФУ, поэтому далеко от университета я все равно уходить не собираюсь. Более 70 лауреатов сидели в ожидании самого главного события этого года. Всего в номинации было заявлено три человека – Динар Валеев, Нафис Резидинов и Динара Файсханова. Победителя гран-при объявил ректор университета Ильшат Гафуров. Поскольку я отношения не имею к выбору, я просто позволю себе зачитать, кого же жюри определило победителем этого года. Это Валеев, Динар. В этот вечер победитель конкурса сказал не только пламенную речь, которую посвятил родному альма-матеру, но и преподнес подарок ректору университета. Штаб пошла в апреле 2014 года, когда я впервые побывал на этом празднике студенческой жизни. Потому что я понял, что в том году победила Одина Кульмасова, я понял, что я бы хотел тоже так же развиваться, как она, и добиться таких замечательных побед. Я очень долго к этому шел, старался, победил в ряде конкурсов, стипендиальных программах. И сегодня я был удостоен такого звания гран-при студента года. Студенческая жизнь – самая увлекательная пора в жизни человека, которая дает не только знания, но и жизненные уроки. Готовит тебя к светлому и прекрасному будущему. Диана Шилова, Леонард Олетьяров, Универ Ньюс. И это все на сегодня. Беря от жизни все и не останавливайся на достигнутом. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!